Я хочу обратить внимание на этот незаметный и такой скромный грибок. На самом деле он так как бы смешной, но делал я его для... Это такое воспоминание и переживание о том времени, когда был атомный взрыв в Челябинске. В 1957 году на химкомбинате «Маяк», Челябинск-40 что ли там было, там взорвался комбинат, и там был такой Чернобыль практически такой же. И никто ничего нам тогда не сказал, ни моим родителям, никому. То есть накрыло огромным этим облаком радиоактивным, и мы просто ходили, родили, ходили в лес, отец ходил по грибы, приходил домой. И коврики наверняка фанили, то есть коврики были радиоактивны. И вот этот вот атомный домашний, называется домашний ядерный взрыв. То есть это вот такое вот воспоминание о том времени, когда вроде бы все так уютно, но в то же время бывает и страшно. Как бы вот в этом уюте вот хранится смерть. Потому что, если вы знаете, если кто-то читал историю этого взрыва, то практически там деревни, деревнями вымирали от рака. То есть и сейчас тоже еще длится эта проблема там идет. И там еще и по сей день не обеззаражено это место. И сколько трагических судеб и людей там вокруг этой вот катастрофы. А здесь пять фотографий. Это просто исчезновение платья, когда оно режется и становится вот одним. Там просто одни плечики. А эта вещь вообще-то, это позднее, более позднее, а это раньше, это сама мать мне сделала. Она связала его. И такая история была, как связала. История была такая, что в 2003, кажется, году, в 2003, был такой здесь фестиваль, мифология города. Решили придумать, чтобы в Екатеринбурге какие-то обозначить места, чтобы художники новую мифологию сочинили. А и в Екатеринбурге. И каждый выбирал. Это был один из первых проектов Центра современного искусства. И я сразу попросился в дом музея Бажова. Потому что это как-то Бажов. И директор музея Бажова любезно открыла дверь и сказала, пожалуйста, делайте все, что хотите. И я решил там, где Бажовы держали скот, сделать, где корова была, сделать такое мифологическое пространство. И придумал вязанника. Откуда я не знаю, почему придумал это слово вязанник. Такое существо вязаное. Потому что есть там леший, банник какой-то там. Знаете, мифологические рассказы почитаешь, там много чего всяких каких-то. И вот вязаное существо. И как связали его. А он такой весь из махориков. И он прячется в бане. И вот здесь я сейчас сделал дополнительно документальный фильм, где мать рассказывала, кто что носил. И она начинала вспоминать и свое приданное даже, и бабушкин фарк, и отца трикотажную рубашку, и мой даже пионерский галстук. И получилось так, что это, я назвал это еще кокон памяти такой, этот скафандр памяти. Потому что все кто-то носил, и это память в этом памяти. То есть, а потом я в него нарядился, и там же ходил в лесу, и там такая история такая странная, что в следах этого вязаника остаются самородки золотые. А самородочки, вот Владимир не даст соврать, он сказал, что у него есть такой самородок, хранится. Он был, Владимир Селезнев, прекрасный художник, замечательный, Екатеринбургский. И он, я там эти самородочки разложил по полу, и никому не сказал, что они там лежат. И люди должны были просто найти их случайно. Это все такое, находка такая. Ну вот, это и то, что здесь. Спасибо.